Крупный пожар случился вблизи Юрюзани. Там горели леса, расположенные в горах. Угрозы населенным пунктам и людям не было, но все это выглядело эпично. Покажем кадры прямо сейчас. Горят порубочные остатки. Так сказали нам в 12 часов дня, когда позвонили в МЧС. Вот такие огненные горы появились вблизи Юрюзани. Очевидцы говорят, что пламя было видно почти из каждого дома. В МЧС ответили, что там загорелась подстилка хвойного леса. Но, несмотря на сильное пламя, угрозы домам и местным жителям не было. А в Мясе горела сухая трава около жилых домов. На месте работали 8 пожарных и 2 автоцистерны. Крупный пожар случился вдоль трассы в Копейске. Очевидцы говорят, что местами видимость была нулевая. На месте работали несколько машин пожарных. За последние дни на Южном Урале потушили 20 пожаров. Причина небрежное отношение человека, в том числе и непотушенные окурки, сообщили в МЧС России. На пожарах в Кунышакском районе погибли 2 человека. Возгорание случилось в частном доме. Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория. Сгорело все, нет даже продуктов. Пожар в Коркино оставил семью без крова и средств к существованию. Известно, что возгорание произошло в ночное время. Частный дом выгорел полностью. Семья из трех человек успели спастись. Но потеряли в огне все деньги, вещи и даже продукты питания. Теперь южноуральцы вынуждены обращаться к волонтерам за помощью. Отравился угарным газом. Житель Золотоуста едва не погиб в ночном пожаре. В МЧС рассказали, что из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на соседние здания. На место прибыли 16 пожарных. Они вывели из дома мужчину и ликвидировали возгорание. Хозяину дома потребовалась помощь медиков. Причину пожара выясняют специалисты. В Золотоусте двое детей едва не погибли в пожаре. ЧП произошло на третьем этаже в доме на проспекте Гагарина. Соседи сообщают, что двое детей, находившихся в квартире, не растерялись и смогли самостоятельно эвакуироваться. Им даже удалось спасти домашних животных. Предварительно пожар начался из-за замыкания электропроводки. Где были в этот момент их родители, выясняется. В Магнитогорске случился пожар в многоэтажке. Там на четвертом этаже вспыхнул балкон. Спасатели эвакуировали 15 человек. К счастью, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок. Пять единиц техники тушили торговый павильон в Золотоусте, расположенный по улице Гагарина. В МЧС говорят, что пострадавших нет. Причины пламени выясняются. Ущерб подсчитывается.